Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда, в это время мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках. В частности, обсудим сегодня ситуацию на российском фондовом рынке. И вопрос, который, видимо, не только нас сегодня троих в этой студии интересует, а огромную армию многочисленных инвесторов. Аппетит к риску растет или нет вообще? Растет. И есть ли он сейчас на рынках? Аппетит к риску? Обсуждаем мы это сегодня в гостях Андрей Толстаусов, управляющий активами инвестиционной компании «Грандис Капитал». Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома «Открытие». Добрый вечер, Леша. Добрый вечер. Ну что ж, я не знаю, стоит ли говорить в принципе о том, существует ли в нынешней реалии аппетит к риску, но мы видим, по крайней мере, умеренный рост какой-то. Умеренный, неуверенный. Чтобы не путать два этих глагола. Умеренный, уверенный. Две этих прилагательных. Есть сейчас аппетит к риску? Это что он зависит, Леша, в принципе? Нет, ну здесь я бы все-таки делал, наверное, разделение в секущей ситуации. В общем-то, он где-то есть, а где-то нет. В Америке, наверное, все-таки есть. Да, географический исключительно. По крайней мере, по локализации бирж. В Америке, собственно говоря, по всей видимости, аппетит к риску, он, в общем-то, присутствует. Ну иначе бы там доу, который неделю назад как обновил свои максимумы, вот этого бы не сделал. Поэтому понятно, что вот там инвесторы по-прежнему готовы покупать, вот пока страшный фискальный обрыв, который, все боялись, никого еще не напугал. Действительно, статистика, выходящая макроэкономическая в первом квартале в Америке, очень прилично выглядит, особенно на фоне европейской. Поэтому там покупать готово. Если брать в Россию, ну, не знаю, мне не кажется, что вот то, что происходит на нашем рынке, ну, скажем так, с конца января, да, можно назвать аппетитом к риску. Вот в январе еще что-то такое было, сейчас, ну, просто рынок, в общем-то, мертвый, рынок флэт, и рынок ни для кого неинтересен. Поэтому, наверное, у нас все-таки не густо. Аппетит к риску? Да, с аппетитами. Андрей, а правильно вообще, что аппетит к риску локальный какой-то сейчас? Раньше все-таки это глобально выглядело. Если уж рисковать, так все сразу начинают откупать все подряд. А сейчас вот Леша говорит только в Америке. Ну, я согласен. Вот, например, у нас сегодня был инвесткомитет, и наш генеральный директор высказался на эту тему, на мой взгляд, очень адекватно. Он сказал, что сейчас существует всего две истории. Есть Америка и Германия, например, или там Лондон, да, где инвесторы рискуют, но не сильно, да, там. Вот, а есть другие рынки, например, Вьетнам, там какая-нибудь Филиппины, где они сильно рискуют. То есть, по определению, да, когда инвесторы выходят на Америку или там в Германию, он рискует, но мало, потому что это Америка и Германия. Да, и размещают активы. Я, кстати, в этом списке еще ждал, еще одно слово от тебя услышать, ты его не произнес. Ну, Вьетнам, Филиппины и... Индонезия, может. Индонезия, Россия. Нет, ну вот, получилось Азия, да, вот, ну и Япония еще сейчас. И там они рискуют, рискуют небольшими деньгами, но по-крупному, сильно. Вот, в Америке рискуют не сильно, а мы где-то посередине. То есть, вот это была идея нашего генерального директора. Он, на мой взгляд, очень адекватно ухватил вот этим самым суть. Сейчас Россия находится именно в нейтральной зоне. То есть, мы и не бежим от риска, и не стремимся к риску. Мы находимся вот сейчас на нуле. То есть, ну, когда риск средний, да, рыночный. А все это потому, что цена на нефть, например, она в нулях с начала года, и динамики там практически никакой не наблюдаются. То есть, тренда нет. И Россия тоже вне тренда, фактически, получается, в боковом тренде. Собственно, вот этим все и объясняется. Я понял. Ну, кстати, да, это очевидно, что мы связываем, да, динамику российского рынка с динамикой цен на нефть. Но, опять-таки, если мы говорим о том, что российский рынок – это часть некой глобальной финансовой системы, то вот то, что он особо не подрастает, выглядит странновато. Нет, ну, вы понимаете, там глобальная финансовая система, она хорошо работает, когда все хорошо. Когда ты можешь свободно переводить деньги там из одной юрисдикции в другую, покупать здесь, продавать там, в общем-то. А когда все становится плохо, люди очень осторожно относятся к тому, в общем-то, как бы все стараются сидеть, так сказать, в своих родных пенатах и особенно далеко не ходить. То есть, Россия здесь, в общем-то, в большом счете, не является исключением там в целом, если брать Emerging Markets как сегмент рыночный, да, ну, не здорово у него дела там и в прошлом году, и в этом, собственно говоря. Ну, тот факт, что, допустим, там существенно уступает там ряду западных индексов, индексы Emerging Markets, уже, в общем-то, нонсенс, да, если вспомнить докризисную пору, когда, в общем-то, теория декаплинга, вот, обильно, в общем-то, многие муссировались, да, и рассказывали об этом инвесторам. Там, в общем-то, развивающиеся рынки, традиционно были рынки там с высокой бетой, если там Америка растет на процент, то там в России можно было ждать 2-3, а может быть даже и 4 процента, ну, и в других развивающихся рынках. А сейчас совершенно не так. То есть, Америка падает на процент, мы можем упасть на 2-3, а вот если Америка растет на процент, здесь нет никакой гарантии, что бета сработает. То есть, бета такая стала односторонней, вот, и в России это очень хорошо заметно. То есть, все-таки меняются, да, вот реальные рыночные, последние, там, сколько, год-два-три они изменились существенно, да, Дарж? Ну, да, на самом деле риск, он как раз измеряется скорее вниз, чем вверх. Вот, поэтому можно все-таки сказать, что действительно наблюдается бегство от риска. Люди не хотят вкладывать в те акции, которые на падение падают очень сильно. Поэтому мы наблюдаем, что, например, сейчас акции металлургии очень сильно проседают. Это как раз бета-акции, да, и все стремятся зайти в Сбербанк, которые на падение падает, допустим, очень мало. Или в Газпром вот сейчас. Все стремятся зайти в Сбербанк и туда положить на депозит. Да, да, да. Да, или облигации, например, да, то есть там даунсайд очень низкий. В этом смысле, конечно, бегство от риска присутствует. Вот, поэтому... Ну, смотри, мы опять возвращаемся к аппетиту к риску. И, да, я вот Лешу еще раз подцитирую, что аппетит к риску есть на американских площадках, а больше, в принципе, почти, ну, и там Германии. А больше практически его нет. Ну, может это привести к тому, что американский рынок продолжит свой рост, несмотря на проблемы, которые там существуют. А сколько уже, да, я считаю, там, несколько месяцев мы с вами периодически вспоминаем о том, что вот исторические максимумы, да, назрела коррекция, вот-вот сейчас все упадет, а оно все растет и растет. Нет, ну, рост, конечно, может продолжиться. Рынок, в общем-то, тут вещь такая более сложная, и не всегда здесь все как бы однозначно коррелирует, скажем так, с состоянием там реального сектора экономики, да. К тому же мы сейчас находимся в такой уникальной упору, в общем-то, которой, наверное, в истории никогда не было, когда все крупнейшие центробанки активно печатают деньги, и все, в общем-то, скажем так, на практике еще смотрят, вот, как теория коррелирует с практикой, да, к чему приводит там печатный станок, где становится лучше, где хуже. Ну, вот пока рынком, в первую очередь, американском, да, от этого, в общем-то, очень хорошо. Поэтому, понимаете, здесь как бы, ну, обобщать довольно сложно, вот, прогнозировать тоже. Ну, единственное, что мне кажется очевидным, да, наверное, все-таки вот, там, скажем, если брать какую-то точку отчета раньше, да, то есть вот сейчас мы не находимся там, это вот не старт, там, большого роста, да, а в любом случае где-то будет коррекция. Она будет, может быть, и в Америке тоже завтра, может быть, там, через три месяца. Но, учитывая, что, в общем-то, все равно в мировой экономике все не здорово, рано или поздно какие-то риски будут выползать, как, знаете, как там черты с табакерки выпрыгивать. Потому что, опять-таки, да, вот я повторю свой тезис, в Америке очень отличная статистика, но в Европе очень поганенькая, скажем прямо, да. Вот, в общем-то, Европа там медленно, наверное, скатывается в рецессию, и вот здесь тоже большой вопрос, когда, как бы, вот эта вот критическая масса негатива европейского, она, в общем-то, может... Потянет за собой. Потянет за собой, да. Но, собственно говоря, нельзя забывать, что ведь Европа – это и основной внешнеторговый партнер Соединенных Штатов Америки, поэтому, как бы, даже с точки зрения макроэкономики, не может, в общем-то, если платежеспособный спрос в Европе будет неуклонно снижаться, то рано или поздно Америка от этого пострадает. Да, конечно, это здесь связи такие, они с существенным временным лагом, но они, безусловно, есть, и, как бы, про это тоже не стоит забывать. Так что я уверен, что в этом году мы какую-то там вменяемую коррекцию в Америке все-таки увидим. То есть не получится, как вот год назад, когда там фактически по прямой. И вот то, что продолжается с начала года. Тут еще один момент, вот, если можно прокомментировать его, пожалуйста. Мы все время следим за статистикой, да, которую там публикуют периодически те же Штаты. И, ну, наверное, тоже не парадоксально, но, тем не менее, выглядит иногда странновато. То есть хорошая статистика, да, влияет на, ну, на рынок в целом и, в частности, там, на американскую валюту, как раньше бы влияла статистика плохая. Ну, то есть все, условно говоря, да, видят плохую макроэкономическую статистику и бегут от риска в доллар США. Он начинает укрепляться. А сейчас, наоборот, на хорошей статистике доллар укрепляется. Это связано, видимо, с ожиданиями того, что если Штаты восстанавливаются, значит, программу коллег-смельчения не будут потихонечку сворачивать, а это приведет к тому, что ликвидность с рынков будет исчезать. Ну, безусловно, да, судя, в общем-то, по последним протоколам заседания Федрезерва, там уже такая тема, ну, не напрямую, но, тем не менее, уже поднимается вопрос, да, о том, как бы, не стоит ли, быть может, свернуть стимулирующие меры пораньше. Ну, я думаю, что это все, конечно... Еще рано об этом говорить. Знаете, это все американцы, в общем-то, они пока дважды не проверят. Они не будут делать, как в то время ЕЦБ, который вдруг пошел на ужесточение ставок, в то время как экономическая ситуация там только усугублялась, и, в общем, потом все... Перетрише было. Да, еще два года назад, и потом пришлось все назад разворачивать. Я не думаю, что, в общем-то, американцы здесь будут пороть горячку, да, пока не будет адекватных цифр, подтверждающих... А цифры адекватные, это цифры? Ну, безработица, там, занятость, вот именно, да, там, таких уже устойчивых, уверенных, которые будут говорить о том, что, действительно, там, ситуация нормализуется в американской экономике. Вот, только после этого, я думаю, что Федрезерв может, там, начать цикл ужесточения процентных ставок, ужесточения монетарной полиции, политики. До этого, ну, здесь не стоит опережать события, я не думаю, что, в общем-то, господин Бернанке будет, так сказать, какие-то резкие телодвижения раньше времени предпринимать. Ну, да, я вот, единственное, с тобой соглашусь, что, тем не менее, да, оснований для... Это ожидать, может быть, и нет, но главное, что разговоры уже вокруг этого идут. Ну, безусловно, любые такие разговоры, это, в общем-то, повод для спекулянтов, играет, там, в ту или иную сторону, поэтому пока это лишь спекуляция, я не думаю, что это какой-то, там, жесткий тренд в сторону укрепления долга. Спасибо, Леша. Мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Говорим сегодня о том, насколько убедителен аппетит к риску, растет ли он и где его искать, собственно. Ну, вот сейчас мы в поисках аппетита к риску, да, этим и занимаемся. В гостях, я напомню, Андрей Толстаусов, управляющий активной инвестиционной компанией «Грандис Капитал» и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома «Открытие». Ну, более-менее мы, так сказать, обсудили ситуацию в Америке, и понятно, что, видимо, да, основной интерес к риску именно там находится. А как обстоит это дело в Европе, Андреш? Вот, понятно, да? Наверное, рисковать, глядя на Европу, никто особенно не хочет, но перспективы какие разве? Все-таки рецессия, все-таки это все ухудшение. В Европе, мне кажется, все равно есть аппетит к риску. По крайней мере, в отдельных странах он четко наблюдается взять хотя бы DAX. Как в Германии рынки обновляют максимум, годовые это тоже дорогоствует. При этом все удивляются, почему на фоне других стран, вот в Германии такой рост. На мой взгляд, все определяется качеством конкретных эмитентов, акций которых торгуются на бирже. Ведь индексы не сами по себе растут. Их двигают, собственно, значение акций. Покупатели акций, конкретных акций. Опять можно говорить о том, что качество в данном случае, и тех бумаг, которые торгуются в Германии, и тех бумаг, которые торгуются в Америке, заставляют инвесторов... Безусловно. С какой стати вдруг, допустим, должны падать акции, ну, я не знаю, автомобили-строители, да, если немецкие автопроизводители экспортно ориентированы, да, а евро, допустим, слабеет. Наоборот, хорошо. Вот, поэтому акции растут, растут индексы. То есть здесь все зависит от того, во что конкретно вкладывается каждый конкретный инвестор. Вот, поэтому я считаю, что все-таки рынок Германии, там, допустим, Франции и Англии, они для инвесторов останутся интересными, и там будут рисковать. Вот, что касается других... Европейских. Рискованных рынков, там, да, вот которые там PX, да, так называемые, вот там уже рисковать, наверное, не стоит. Хотя в прошлом году, например, Греция почти на 50% выросла. Вот, но это... Туда уже не нужно входить, мне кажется. А на чем, кстати, выросла Греция? Особенно в прошлом году. Да, ну, за год до этого потери были просто очень сильные. На тысячу процентов отскочила на 50%. Да-да. Хорошо, хорошо. Значит, ну, в поисках риска. И, кстати, смотрите, корректно ли сравнивать, ну, может быть, не сравнивать, а аналогию такую провести, мы долгое время уже, говоря о российском рынке тоже, да, произносим фразу, что идеи глобальной нет, что вот растут индексы, растут все бумаги, обычно, да, там, в купе, в паровозе, а мы ищем эти идеи отдельно. Вот здесь увидели, да, бумажку какую-то, то здесь отраслевую идейку, то здесь еще что-то там дивидендное, там, или так далее. Можно вот такой поиск, да, с фонарем сейчас сравнить и на глобальном мире, то есть, опять-таки, мы говорим, вот есть американская идея, да, вот там интересно, есть германская идея, вот там интересно, а рядом все идеи, они сейчас, к сожалению, не актуальны. Можно так? Да, конечно, можно сказать. Ну, по крайней мере, вот у нас сейлс-менеджер, один поговорил тут недавно с управляющим глобального фонда западного, поговорил по телефону о фонд в Лондоне. Так это рассказываешь, что потом я... А потом пришел счет, да, на телефонные переговоры, и теперь оставшись полгода сейлс-менеджером работал бесплатно. Самое сильное удивление, которое у нас было после этого разговора, это то, что фонд-менеджеры глобальных фондов, они практически не следят за Россией. Фонд, который в свое время очень активно инвестировал в российские акции, практически не следит. Там у них есть один аналитик, который и то по облигациям только. Посматривает язык. Посматривает, да. То есть на Россию вообще закрыли глаза. Вот это было более всего разочаровывающее. Ну и для этого есть объективные, да, все-таки причины? Да, ну как я сказал, что все качество сосредоточено там в нескольких странах в Америке, там в Германии, во Франции, в Англии, качественное глобальное предприятие, в Японии еще. А там, где хочется рискнуть и заработать много, да, и не жалко потерять, то это страны, вот, азиатские тигры, да, вот эти молодые, в свое время тоже, которые поразили инвестиционный мир, а потом как бы ушли на второй план. Сейчас вроде бы потенциал у них. А сейчас они, да, второе возвращение практически. Вот. Ну и плюс новые страны, типа Вьетнама и так далее. Вот. То есть... А Россия, она не... Ну, я понял, да, ты рассказывал как раз о выступлении своего генерала. Да, Россия, она не там и не там, и поэтому... Да, она посередке, и поэтому, ну, как бы никто не хочет ставить на середнячка. То есть ставят либо на фаворита, либо на темную лошадку. Здорово. Генеральный набега ходит, видимо, да? Нет. Это я сейчас... У тебя такая... Ассоциация, да. Ассоциация, да. Здорово. Знаете, мы... Перечисляя вот этих самых фаворитов, Британию упомянули, да? Хотелось бы, если можно, Лёш, два слова сказать, потому что то, что происходит в Великобритании, сейчас тоже, наверное, шоколадом не назовёшь. Да, но я думаю, что... Британия сюда попала, в общем-то, только потому, что она, в общем-то, традиционно, да, славится банкским сектором, имеет там развитую фондовую биржу. Там до сих пор... Вопрос, да, там, кто есть ведущий мировой биржи, Лондон или Нью-Йорк. Вот. Собственно, только поэтому, потому что если смотреть на британскую экономику, то, к сожалению, там тоже всё нездорово, требуются большие инвестиции и в инфраструктуру, и везде, и, в общем-то, видимо, нынешний кабинет британский уже не сможет ничего с этим поделать, и поэтому тоже, ну, смотрите просто цифры там, вот, в четвёртом квартале, там уже, по-моему, третий квартал подряд британская экономика снижается. Ну, я не думаю, что при таком положении дел, там, английский рынок сейчас, ну, во всяком случае, долгосрочно выглядит привлекательным. То есть, по инерции ещё да, а по факту, в общем-то, тоже. Ну, и к тому же, в принципе, да, там, если смотреть уже там на британский рынок, там довольно много разных компаний торгуются. Ну, там даже взять российский, там, скажем, полю золота и полю металла, которые, в общем-то, сменили, так сказать, шкуру, сменили место прописки, там, и, там, де-факто могут считаться почти британскими, хотя, по сути, это там компании, которые все активы там свои имеют в России. Ну, и других компаний там таких, в общем-то, тоже много, поэтому вот какие-то там точечные вещи, они возможны, да, но вот в целом, как бы, если мы говорим о британском фондовом рынке как продолжение британской экономики, или как части британской экономики, это может быть не очень интересно, вот, в силу как раз слабости британской экономики. Непонятно, в общем-то, как там будет Британия с Евросоюзом, потому что не нравятся в последнее время британцам все инициативы, вот. Ну, не знаю, что, когда будет в итоге выход британцев, не будет, да, но понятно, что ни к чему хорошему, в общем-то, это не приведет. Во-первых, разногласия, да, во-вторых, в общем-то, наверное, это и на торговлю внешне скажется, поэтому, в общем-то, у Британии там само есть целый букет проблем, единственный ее, может быть, там некий плюс по отношению к большинству стран Европы, то, что у нее есть своя, собственно, национальная валюта, свой Центробанк, и, соответственно, они там могут пытаться проводить какую-то свою монетарную политику, собственно говоря, там направленную на стимулирование, в том числе, там, внутренней экономики, чего-то еще. Ну, у них, по-моему, те же самые программы, по-моему, у них тоже запущены, да, это вот... Куеда там работает. Наверное, этим и стоит объяснить, почему там рост. Почему там, да, там рост. Ну, и, может быть, этим стоит объяснить, почему и фунт падает так, он безудержно достаточно, да, непонятно, куда уже он завалился. Я думаю, что просто ждут продолжения, потому что, насколько я помню, там эта программа уже в моменте завершена, то есть она там де-факто присутствует, но... То есть, де-юра она присутствует, де-факто там все, в общем-то, активы уже выкуплены, поэтому вот, возможно, да, британцы тоже, в общем-то, пойдут по пути. Не будут изобретать велосипед, да, там, по тому же пути, по которому идут там и прочие, там, основные разные страны. Зачем изобретать велосипед, если и так уже все ясно? Хорошо, давайте теперь посмотрим на восток, на восток, посмотрим в Азию. Ну, понятно, да, Андрюша уже рассказал о том, что там есть темные лошадки и почему они могут быть интересны, тоже, в принципе, понятно. Но там есть и лошади достаточно более серьезные, да, значимые для азиатских регионов в целом. Поэтому, прежде всего, о Китае мне хотелось бы услышать ваше мнение. А вновь, да, я повторюсь, многократно мы говорим о том, что китайская экономика, как некий такой колосс в Азии в том числе, способен, да, при определенных условиях, способен вытянуть, может, не только регион в целом, а и всю мировую экономику. Но, опять, неоднозначная какая-то там и статистика из Китая выходит, да, и новые руководства, и смена вектора вот этого, да, внешних инвестиционных там каких-то задач, да, инвестиционных решений на внутренний спрос переориентации. Андрюш, по этому поводу. Как ты видишь? Ну, Китай, конечно, очень сложная тема, и динамика, допустим, фондового рынка там просто, на мой взгляд, непредсказуемая какая-то, не коррелирующая ни с одним другим рынком. Вот. На самом деле, перспективы, мне кажется, все-таки хорошие. Я могу об этом судить только потому, что, например, количество открытых коротких позиций вниз на рынке Гонконга и на рынке Китая сейчас максимальное с 2007 года. Вот я буквально сегодня узнал эту статистику. А откуда, кстати, статистика? В Блумберге, в Блумберге была опубликована. То есть это говорит о том, что как раз пессимизм, наверное, достиг максимума на этих рынках. И значит, разворот уже близко. Ну это как индикатор такой опережающий. Да, то есть когда индексы коротких продаж, они на максимуме, я думаю, что минимумы они уже скорее всего... Не за горами. Хотя, если говорить о... Если мы их увидим, то они будут совсем скоро, а дальше рынок должен развернуться. Ну понятно. Хотя, все-таки, смотри, если... Очень часто традиционно мы говорим, да, если большинство участников рынка стоят вниз, значит, он будет расти. Или наоборот. Это не из той же оперы? Да. Контрариан индикаторы, они всегда вот срабатывают. Но просто они срабатывают не в тот момент, когда ты об этом прочитал. А вот когда точно они сработают, к сожалению, никто сказать не может. Но, по крайней мере, глобально, мне кажется, все-таки уже пессимизм достиг своего предела. И китайский рынок в прошлом году показал плохую динамику. В этом как-то вот начал вроде год хорошо, сейчас съехал там. В общем... В общем, беда. В общем, беда. Да. Надежда на то, что он не то, что там сам поднимется, да, еще и вытачит мировую экономику, это эти надежды эфемерны. Не, ну знаете, Олег, вот вообще китайский рынок в последние годы, он же был все время как вещь себе. Леш, мы сейчас еще раз поговорим о китайском рынке, просто послушаем новости на Финам.фм. Ну что ж, продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Андрей Толстаусов, управляющий активной инвестиционной компанией Grandis Capital, и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома открытия. Мы в поисках аппетита к риску. Уже, в принципе, ну, мне, по крайней мере, более-менее понятно, где его искать. Это точечная стала такая история. Отличаются очень сильно. Подход, да, вот, к этому обстоятельству, интересу, аппетиту к риску. Сейчас от того, что было некоторое время назад. Вот. Но, тем не менее, мы знаем. Мы знаем, где аппетит есть, где его нет. И говорим сейчас о Китае, Леш. Ну, мы начали просто, да, про китайский рынок Андрей говорил. Вот. Я тут как бы не знаю насчет там... Количество коротких позиций. Да, сработает, не сработает. Быть может, оно так и есть, да. Но просто, на мой взгляд, китайский рынок немножко вещь в себе. Если вспомнить там его динамику, например, да, там он максимум, скажем там, допустим, достиг раньше, чем российский, до кризисных еще. И с тех пор, правда, здесь вот несколько схож с российским. По-моему, еще там более чем в два раза ниже своих там предкризисных максимумов до сих пор находятся. А, допустим, если с той же Америкой сравнивать, да, американцы вот обновили свои максимумы фактически докризисные. При этом, в общем-то, экономика американская, она вот только-только буквально восстановилась. Там в реальном выражении, по-моему, процентов 7 за все эти годы там прибавил ВВП, вернулся там на те же уровни там седьмого года. За все эти годы с восьмого, да, с кризисным? Ну, там, грубо говоря, да. А, собственно говоря, в то же время там китайская экономика выросла на несколько десятков процентов реального выражения, а рынок по-прежнему слабенький. Поэтому, мне кажется, с точки зрения влияния на глобальные рынки важнее не сам фондовый рынок Китая, потому что там и многим разным ограничениям он, в том числе, внутренним подвержен, да, там, как государство будет стимулировать, в общем-то, как будет провести денежную политику, а там же все довольно жестко, там и кредитование, в общем-то, регулируется, и доступ на странных инвесторов тоже. А, собственно говоря, именно состояние китайской экономики как определяющий фактор с точки зрения ценообразования на сырье, поскольку Китай, в общем-то, практически по всем позициям, ну, вот недавно он уже стал крупнейшим импортером нефти. Вот, собственно, теперь, наверное, по всем позициям это фактически крупнейший потребитель, поэтому... Ну, извини, пожалуйста, он стал крупнейшим импортером нефти, ну, видимо, впереди в Штаты прежде всего, да? Да, да. Но не только потому, что он стал больше потреблять. Нет, нет, потому что, нет, безусловно, ну, в принципе, да, то есть по другим позициям Китая уже не было равных, да, вот сейчас, как бы, и по нефти. Китайцы, в общем-то, глобальный импортер номер один углеводородного сырья. Ну, так, собственно говоря, вот, поэтому здоровье китайской экономики, это, в общем-то, будет напрямую сказываться на глобальных ценах на коммунитизм, да, ну, и это там, в первую очередь, актуально для российского фондового рынка, где, в общем-то, практически все фишки, они сырьевые, да и все крупнейшие компании тоже там к разряду сырьевых, как правило, относятся. Ну, и тоже не секрет, что там и наша финансовая система благополучия, она тоже держится на нефтедолларах, в общем, как ни крути, все, в общем-то, в одно, в одно упирается, да, в цены на сырье. Поэтому вот, что касается китайской статистики, в принципе, последние полгода, прошлые, да, говорили, наверное, о том, что падение там замедлилось, да, даже стабилизировалось, возможно, действительно Китай выходит на некоторую траекторию роста там 7-8% в год, но вот такой прогноз недавно делали официальные китайские власти, 7,5% они по официальному прогнозу ждут в этом году. Другое дело, что вот с начала года несколько там статистика была неоднозначной, но здесь, как бы, стоит понимать, что ее ценность не очень велика, потому что, в общем-то, тот самый китайский Новый год, вот, несколько сместился он в этом году по отношению к предыдущим, поэтому январь и февраль трудно между собой сравнивать год в году. Вот сейчас будет, наверное, там март-апрель, и вот эти там два месяца они могут быть более-менее показательными в том плане, что если опять там будет виден некий, может быть, небольшой, но стабильный рост, вот то, что мы, ну, небольшой для Китая, естественно, то тогда можно говорить о том, что, наверное, китайская экономика стабилизировалась, и это, в принципе, будет большим плюсом, но, опять-таки, да, то есть, если мы говорим... И сигналом, может быть, да, чтобы... Да, но это уже, да, там... Да, 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 но это уже, там, получается, по времени, наверное, там, ближе к началу второй половины этого года. То есть, в любом случае, да, в ожидании этой или статистики, или каких-то других событий мы еще и успеем откорректироваться хорошенечко, да, и вниз сходить, я имею в виду глобально. Ну, может быть, глобально, может быть, локально, потому что наш рынок вообще исправный год из года, апреля-май, в общем, потерянный с точки зрения роста, вот, коррекция очень стабильна, поэтому есть большая вероятность, на мой взгляд, что и в этом году, потому что ценарь все будет развиваться. Собственно говоря, пока притока денег западных не видно в Россию, да, то есть, ну, вот как работают внутренние игроки, ну, наверное, там, очень покорительно в феврале, да, все, в общем-то, действуют довольно осторожно, никто риском перегружаться не готов, какие-то, может, спекуляции, точечные идеи, но в целом фронтально куда-то тащить рынок, ну, во всяком случае, тащить его вверх, вслед за Америкой, наши доморочные инвесторы не готовы. И да, и да, как же быть, если не тащить его вверх, значит, он должен пойти вниз, он же не может так вот вбок все время двигаться, Андрей. Идей-то нет никаких? Давайте попробуем все-таки какие-то идеи на российском рынке все же поискать, поскольку хотя бы точечные, и вот, например, история с дивидендами, да, отсечками, может сейчас кого-то из отечественных инвесторов привлечь? Или, в принципе, уже это... Дело в том, что обычно игра начинается, конечно, примерно за месяц до отсечек, а то и за полгода, как вот было в 12-м году. Но на самом деле фишка в том, что практически никто их не получает, эти дивиденды. То есть, если вы не продали акции до момента отсечения, на следующий день после отсечки акции падают на размер дивидендов, и, в общем, от того, что вы купили их, свои акции, получили дивиденды, вы ничего не заработали, и, собственно, в чем как бы кекс. Вот, поэтому, чем больше денег у вас есть, тем надо быть осторожнее с дивидендными историями. То есть, вы должны понимать, что да, можно сыграть на этом, но не стоит засиживаться. То есть, дивидендная история, она каким образом может вообще принести какой-то доход? То есть, мы должны, во-первых, раньше на нее отреагировать. Надо покупать осенью, а то продавать весной. А продавать, да, еще до того, как... Сейчас, сказал же, время продавать, в общем-то. Поэтому вряд ли какие-то бумаги там сильно выстроили, да, то есть, там, даже процентов 10 снять с какой-нибудь дивидендной историей будет очень сложно. Ну, я не говорю там про какие-нибудь низколиквидные бумаги, где могут быть разные сюрпризы. Вот, там рост может быть там теоретически и кратным. Если, естественно, менеджмент заранее там или совет директоров озвучит намерение, что бывает тоже далеко не всегда, согласно нашей корпоративной этике. А так, в общем-то, в основной ликвидной бумаге там все уже понятно с дивидендами, в принципе. Каких-то сюрпризов по динамике, ну, не знаю, там, разве что вновь размещенный мегафон там, наверное, никто не демонстрирует из дивидендных историй, я имею в виду. Так что здесь вообще спокойно. Здесь скорее уже, да, если кто-то все время купил, надо уже спокойно продавать там и ждать там... Пока есть еще, да? Да, там время для перегруппировки и, в общем-то, готовиться к тому, чтобы там откупать эти бумаги дешевле, если вы готовы там еще раз в этот цикл играть. А откупать уже... Ну, после отсечек, после того, когда... На самом деле, в день после отсечки они падают на размер дивиденда, ну, как правило, потом по инерции они еще там снижаются, вот, порой значительно. Вот, и вот, когда уже начнет интерес не восстанавливаться, ну, что обычно, опять-таки, когда где-то бывает осенью, вот, там можно опять пытаться их покупать. Ну, вот, такой, наверное, там, способ инвестирования в дивидендные бумаги, он там наиболее адекватный. Ну, выглядит странновато, тем не менее, да, такой способ инвестирования в дивидендные бумаги. Это реалии российского рынка все же, да? Да, дело в том, что, допустим, во всем мире компании, корпорации платят больше дивидендов, чем в России, да, но там практически таких падений после отсечек не наблюдается. А почему? Более того, там привилегированные акции, например, стоят гораздо дороже, чем обыкновенные, да. У нас все наоборот. Вот. На самом деле, просто на Западе принята ежеквартальная выплата. То есть, это позволяет, как бы, распределить денежный поток равномерно. Поэтому инвесторам нет никакого смысла продавать сразу после отсечки, если вы знаете, что в следующий квартал вы получите такие же дивиденды. Более того, в России нет ни одной, ну, вернее, не осталось ни одной компании, которая выплачивает фиксированные квартальные дивиденды. Раньше это был Golden Telecom, например. То есть, фактически, у инвесторов были квази-облигации. То есть, когда он знал заранее, сколько он получит, и мог планировать денежный поток. И это привлекало, на самом деле, консервативных инвесторов. И, кстати, акции Golden Telecom, они пользовались высокой популярностью. Сейчас у нас есть такая акция, это привилегированные акции Альянса, но они торгуются в Швеции. Ну, я, к сожалению, за пределами России не слежу, потому что покупать их не могу. На самом деле, есть еще АДР в Мпелкома, которые, в принципе, тоже вроде бы похожи, но, как я сказал, что они не в России, я не могу за них отвечать. Что же касается в России, практика такова, что в лучшем случае вам выплатят раз в полгода, в худшем раз в год. То есть, поэтому и идея играть дивиденды, она возникает буквально за полтора, за два месяца до отсечки и заканчивается примерно за два-три дня до отсечки. Вот, если вы не успели выскочить, соответственно, вы ничего не заработали, потому что после отсечки все потеряли. Вот. Единственный, кто сейчас более-менее стал адекватен, это металлургическая компания. Северсталь, там, например, ЛМК, ММК, которые стали выплачивать поквартально. Вот. Еще Лукул, по-моему. Ну, вот, да, он начал практику и пообещал продолжить ее. По полугодиям. Наши самые все калины, там, удобрения, Фосагра, Акрон, Уралкалии тоже платят по полугодиям дивиденды. Вот. Ну, постепенно к этому, видимо, тоже переходит практика выплат. А что касается наших преф-западных, как раз, в общем-то, ну, скажем так, с точки зрения западных вообще там стандартов, скажем, корпоративных, да, то есть, что такое наша привилегированная акция, она, как правило, никому не очень понятна, потому что, действительно, вот классическая привилегированная акция, она потом называется привилегированная, что она дает какие-то привилегии. То есть, привилегии там, как раз, в том, что это либо фиксированный дивиденд, тогда эта привилегированная акция становится похожа на облигацию, либо это большее число голосов, либо что-то там, некий микс там, да, может быть, что-то еще. А у нас же это, в общем-то, такая вещь, которая, как бы, ну, единственная привилегия, что если вы не получили дивиденд, она как бы становится обыкновенной. Ну, опять-таки, да, на основе с обыкновенной, грубо говоря, только в том случае, если вы там имеете какой-то пакет большой, да, и можете им голосовать, и какие-то реальные решения за жизнь проводить, если у вас там 10 акций, вот, то, собственно говоря, что они вам стали обыкновенной, что привилегированы, если у них не получили дивиденды, то вам, к большому счету, фиолетово. А, в принципе... Потому что и по обычке тебе тоже не выплатят дивиденды. Ну, если по обычке платят, то и по префам тоже должны платить, да, скорее всего. Вот, ну, просто, как бы, цена может и не дернуться вслед за акциями обыкновенными. То есть, наши такие привилегированные акции, это, в общем-то, в неком роде такой нонсенс, наверное, с точки зрения, скажем, классических префов, которые там в Америке есть или в Европе. А, кстати, вот та практика, да, которую сейчас перенимают, что ли, да, имитенты, которых ты назвал, то есть, более короткий период выплат дивидендов, он вообще на чем основан-то? Они берут пример с Запада или какой-то внутренней истории? Нет, ну, это абсолютно логично. Ну, то, о чем говорил Андрей, конечно... Чтобы цена не дергалась, да? Ну, во-первых, чтобы не дергалась цена, а во-вторых, вы как бы получаете магу, там с вами довольно оперативно делятся кэшем. Вам надо сидеть целый год и ждать его, да, то есть, у вас какой-то большой пакет, и вы действительно на них рассчитываете, на эти дивиденды, вы их постоянно получаете. Нет, это с точки зрения меня, как, да, акционера, владельца за акции, ну, так они должны делать хорошо, с точки зрения, ну, и имитент заинтересован в том, чтобы в акции туда не гоняли, чтобы их покупали и держали, как бы, вот, потому что вы вложились в акции, вы понимаете, что у вас есть постоянный некий там кэш-дивидендный поток, вот, вам прыгать там туда-сюда не нужно и раскачивать рынок, то есть, это некий там тоже стимул, скажем так, к долгосрочному инвестированию, а это всегда плюс. А что раньше это было не так очевидно, ну, с точки зрения имитента? Ну, я думаю, что раньше российским имитентам вообще не хотелось дивиденды выплачивать, они считали это, как бы, ниже своего достоинства делиться с кем-то. Это мои деньги, да, это вы должны стать. Более того, у нас была распространенная практика, когда, в общем-то, о размере дивидендов объявляли уже после осечки, об осечке задним числом узнавали, что, опа, оказывается, позавчера осечка была. Вот, и такой вот дивиденд. До сих пор еще местами практикуются, но уже, как правило, к таким неликвидным бумагам относятся. Ну, можно сказать, что в этом случае мы вот в сторону цивилизованного рынка все-таки какой-то шаг сделали, шажок. Ну, шажок сделали, на самом деле, шаг мог бы быть гораздо большим, если бы регуляторы тоже отслеживали эту ситуацию. На мой взгляд, идея с привилегированными акциями, когда не выплачивается дивиденд, да, и они становятся на один год голосующими, надо было пойти дальше и прописать закон, что если они не выплачивают дивиденды, они становятся голосующими навсегда. Я думаю, тогда бы соблазны не выплачивать по привилегированным акциям отпали бы раз и навсегда. Мы сейчас прервемся, Андрюш, еще раз прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях Андрей Толстаусов, управляющий активной инвестиционной компанией «Грандис Капитал», и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынка в Брокерском доме «Открытие». Мы продолжаем разговор о финансовых рынках, о российском фондовом рынке, продолжаем поиски аппетита к риску. Ну и, в конечном итоге, пришли к тому, чтобы определиться с идеями на российском рынке, на отечественном рынке. Их не так много. Вот одну из них мы обсуждали как раз до новостей. Это идея дивидендной доходности, хотя, в принципе, она уже не актуальная, так понимаю, да? Нет, она актуальная. На нынешний, на текущий момент. Да, нужно иметь в виду, что не нужно рассчитывать на получение конкретных дивидендов в виде выплаты на свой банковский счет. Вы должны как бы опережать немножко события. Только в этом случае эта игра будет успешной. Если вы будете надеяться на то, что после даты отсечения вы получите дивиденды, да еще и цена акции не упадет, то вы наивны. Просто наивны. Вот оно как. Ну хорошо. Леш, еще какие-то интересные, да? Понятно, сейчас мы в эпоху, ну не в эпоху, ладно, время такое, без времени. Мы сейчас находимся в безвремене. Российский рынок в частности, да? Потому что нет интереса к нему, ни у иностранных инвесторов, ни у отечественных инвесторов. И мы вот как в лесу бродим и грибочки редкие ищем. На чем еще заработать-то можно? Ну, понимаете, идеи, они, в общем-то, постоянно возникают. То есть, есть некий поток, то чаще, то реже, да. Ну, там бывают идеи с ликвидной бумагой. Ну, вот, как не знать, там, корпоративный мир в норникель, то, что было там в декабре прошлого года. Это плюс еще обещание щедрых дивидендов. Ну, вот, собственно говоря, например, как вариант. Там еще чуть раньше была покупка Роснефтью ТНК, и, собственно говоря, оценка пакета для этой сделки, который потом BP должен будет выкупить, что тоже, в общем, дал импульс. Там гораздо чаще появляются различные идеи для менее ликвидных бумаг. Ну, не знаю, ну, сейчас вот, например, там собирается менеджмент консорцию в главе с менеджментом, да, выкупать там ВСМ по АВИСМА у Ростехнологии Чемизова, корпорация. Соответственно, тоже, ну, правда, сейчас уже цена ушла, но в свое время там можно было в этой истории поучаствовать. То есть, какие-то движения все равно на рынке происходят. А, кстати, извините, вот что интересует. Вот об этих идеях и дивидендных ли, да, в бумагах, не очень ликвидных, а то и, может, ликвидных, мы говорим и подразумеваем все-таки некие спекулятивные операции, спекулятивные. Ну, то есть, вот даже, да, с Леонидом Каби-Пи, вот эта история с Роснефтью. Ну, смотрите, идеи бывают разные, то есть спекулятивные, не спекулятивные, они, как правило, там, это временной горизонт, собственно говоря, у каждого на временной горизонт тоже можно свой взгляд. Если вы скальпер-метродейщик, то для вас там и овернайт перестеть в позиции, это уже длинный горизонт, да. А если вы какой-то западный фонд, вы 10 лет можете сидеть в бумаге. Ну, там, опять-таки, если вот эти идеи, про которые говорил я, они, скажем так, ну, среднесрочные, наверное, да, то могут быть более долгосрочные. Вот уже там который год, допустим, идет речь о приватизации АЛРОСа. Вроде бы в этом году ее должны приватизировать. Ну, судя по всему, там ее оценить, там, скажем, не меньше, чем в 35-40 рублей. Ну, кто готов, там, скажем, вложиться, там, на полгода, там, тире 9 месяцев, пожалуйста. То есть такие идеи тоже бывают. Ну, почему нет? Каждый волен выбирать то, что ему нравится. Если вы там участвует, например, в каких-то офертах или выгодно. Главное, чтобы выбор был просто этот, да? Ну, он, в общем-то, есть в той или иной степени, там, не всегда это, допустим, там, самые ликвидные имена. Но найти все время что-нибудь в нашем рынке можно. Но, с другой стороны, Андрюш, смотри, ты как управляющий, да, тебе и карты в руки, ты имеешь возможность, да, если это не будут голубые фишки посмотреть, там, на второй, третий эшелон. А частный инвестор, он такой возможности не имеет, ему-то как быть. На самом деле, у меня-то как раз нет возможности посмотреть на второй, третий эшелон. У меня лимитов там нет практически. Понятно. Вот. Ну, все равно профессиональным участникам рынка все-таки проще, наверное, да, такими? Нет, ну, извините, частный инвестор, он не может сам работать на бирже, у него все время есть брокер. То есть, как бы, снабжать некой информацией частного инвестора, это вообще задача брокера. Будь то финам или открытие там, или кто-то еще. Поэтому, собственно говоря, вот выбирайте такого брокера, который вам комфортен, который вам будет в этом помогать. Если вам брокер не помогает, а еще и комиссию купит тройную, то зачем такой брокер нужен? А почему действительно лимитов нет, ты говоришь? Так получилось, что вот в 2009 году и в 2010 у нас очень было успешно инвестиции во второй и третье эшелон, но в 2011 мы там немножко потеряли, поэтому риск-менеджеры... Риск-менеджмент, жесткий риск-менеджмент. Да, сказали, что не надо больше рисковать. Вот, там минимально у нас какие-то есть, по-моему, 9 что ли процентов в портфеле я могу держать вообще второй эшелон, а на каждую акцию в портфеле я могу с второго и третьего эшелона потратить один процент. То есть, на самом деле, выбор-то небольшой, но объясняется это тем, что ликвидности практически нет. То есть, если у меня совокупная позиция, вот даже с учетом вот этих жалких процентов, набирается даже на 200 тысяч долларов, например, я могу поднять рынок или опустить рынок. Собственно, я имея, к примеру, там 15-20 процентов прибыли в какой-то бумаге, чтобы продать, я должен опустить на 5 процентов, соответственно. А когда я в минусе, допустим, 10 процентов, а у меня стоп, минус 15, я могу вообще просто вылететь в трубу. Поэтому логичнее вообще туда не заходить и сосредоточиться на голубых фишках. Хотя, на самом деле, мне уже наскучило, честно говоря, лично, все время следить за Газпромом, Сбербанком, Нурникелем или Лукоилом. Гораздо интереснее копаться в отчетностях, в фундаментальных показателях. Но, к сожалению, ситуация такова, что ликвидности нет, чтобы этим заниматься. То есть, вы можете раскопать прекрасную идею, но ее никто не купит. Потому что, вот убедить, например, других, даже брокерских клиентов, бывает нашим сейлзом не под силу, потому что они спрашивают, а сколько я туда могу вложить? И когда ему говоришь, ну, 10 тысяч долларов, он говорит, ну, мне это неинтересно. Это мало. Да, это мало. Вот, говорит, ну, хотя бы 200 можно, вот прямо сейчас. Нет, нельзя. Ну, тогда предложи что-нибудь другое. Вот, поэтому мы туда не ходим во второй, в третий эшелон, в глубокий такой, который, допустим, в 2009 году был просто золотым дном. Вот. И в 2010 году был золотым дном. Но в 2011-2012 вот он просто превратился... Компостной ям. Да. В другой году. Более того, там в некоторых бумагах обновились минимумы 2008-го года. Это что? В прошлом и в этом году. Там какой-нибудь МРСК Северного Кавказа, который в 2009-м стоил 220 рублей, сейчас 30. Ну, это смешно. Ну, это даже не смешно, я думаю, если сидеть, если купить по 200. Смешно, когда вот тогда задрали, кто же это покупал? Смешно, если купил не сам. Нет, я в то время МРСК избегал и не верил в эти идеи, поэтому я... А теперь еще подавно. Да. Я понял. Ладно, тогда не будем мы о печальных воспоминаниях. Осталось не так много времени, все же давайте мы подытожим сегодня, что у нас в сухом остатке, да, как вводится в данном случае сказать. Аппетит к риску. Аппетит к риску точечный. Вот мы его увидели в Америке, мы его увидели частично в Европе. Больше мы его нигде не увидели. И вопрос. Что может... Какие события могут привести к тому, что он все-таки опять глобально будет расти? Именно глобально. Везде. Повсеместно. Леша. Ну, события... Какие события? Поздоровление экономики глобальной. А это, в общем-то... А это нереально. Сложно назвать событием одного часа, да. То есть, это там медленный и мучительный процесс, наверное. Ну, а в моменте, не знаю, там какие-то... Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...